В нашей встрече в фейсбуке попросил подсказать мне какие-нибудь вопросы. И вот Даша Забогородний из Комсомольской правды сказал, что я непременно должен спросить о вашей заяве по поводу Депардия. Вы сказали, что Депардия уже отработанный материал, что он там за 100 тысяч евро выезжает и в Бишкек, и в Кострому, в презумптии того, что Бишкек и Кострома это где-то запредельно далеко, хотя самые красивые девушки живут в Костроме. Нет, в Бишкеке не был я. Эта дама немножечко переврала мои слова. Я не сказал, что он отработанный материал. Я хочу сказать, что Депардия замечательный артист, и я очень люблю то кино, на которое мы в детстве ходили, где он с Пьером Ришаром и так далее. Но я абсолютно убежден в том, что, так сказать, беспредельная стоимость корпоративов, будь эти корпоративы в Костроме или в Бишкеке, но в Бишкеке нет, потому что в Бишкеке-то он как раз не бывал. Он бывает в странах, богатых углеродами, как правило. Конечно, его чудовищно развратили, на мой личный взгляд. Вы Бишкек не упоминали? Я не помню, упоминал ли я Бишкек. Вот я просто... Да, я просто... Ух ты, у вас... Ух ты, да. Это я стал неудачным. Дело не в этом. Дело не в Бишкеке. Я вот почитаю тебе. А вот то, что Депардье уже не актер маркетинговый инструмент, 100 тысяч евро и он ваш, это так. Вот под этим я подписываюсь. Первое, что ты видишь, приезжая в страны бывшего Советского Союза, это большую фотографию Депардье с какой-нибудь сковородкой, или банк, или еще что-нибудь и так далее. Нет, это все прекрасно, это все замечательно. Кстати, вот посмотрите сегодня на афиши, кинотеатральные афиши, которые сейчас висят. Вся эта старая гвардия. Пьер Ришар есть, Алан Делон есть, в наших кинцах появляется. Вот, и Депардье тоже. Просто, на мой личный взгляд, после такой беспардонной засвеченности в рекламе, естественно, ценность Депардье, даже как ностальгического персонажа из какого-то моей юности, она, конечно, затирается очень сильно. Вот это очень странно мне слышать от режиссера Кончаловского, которого я помню на рекламных билбордах. Да. Я про вас говорю. Нет, и ваш папа тоже рекламировал пищевые добавки. Я совершенно согласен. И вы рекламировали... И вы рекламировали главные роли, правда? Вот, и это во-первых. Во-вторых, мне плевать, захочет кто-нибудь меня снимать или нет. Депардье тоже плевать, захочу я ее снимать или нет. Дело не в этом. Дело в том, что я же все-таки режиссер. Это актерская история. Есть режиссеры, которые вообще, если актер появляется в рекламном ролике, все, до свидания, больше никогда я не буду тебя снимать. Это, конечно, ту-мач немножко, но поверьте мне, то, что касается Джерара Депардье, вот что не билборд в Азии, то Джерар. Ну и почему вот... С казахской подписью. Кстати, надо будет поискать в интернете. Нет, в этом нет ничего плохого, в Казахстане его очень любят. Здесь вопрос не в том, что... Он любит, кроме как в пределах Бульварного кольца. Мне казалось, что Депардье такой любимец всего мира. Да он и мой любимец, я его тоже очень люблю. Вы сказали, что вы его не стали бы снимать как режиссер. Ну, это не мешает мне его любить. Любить как пинематераписта. Любить как часть моей юности, любить как прекрасного актера, когда меня еще интересовали французские фильмы, там условно, ну там и так далее. Как часть моего прошлого и вашего. Мы же ходили на это кино. Но сегодня, на мой личный взгляд, он испортил себе именно в Восточной Европе, даже не в Восточной Европе, а в Высшем Советском Союзе, в СНГ. На мой взгляд, он себе малину потоптал очень сильно. С точки зрения кино. Но ему не нужно это кино. Ему лучше приехать на один вечер, сняться на билборд и уехать, чем оставаться за те же деньги на неделю. То есть вы не считаете его творческим человеком? Вы считаете его человеком денег? То есть человек, который работает и живет ради мамоны? Ради вот заработков? Ну, я не знаю. Нет, я не считаю. Но вообще, он сам об этом, по-моему, очень недвусмысленно, так сказать, заявляет, переезжая в Бельгию из Франции, не желая там расставаться с деньгами, собственно говоря. Правда ли? Ну, а вы считаете, что он не прав, по большому счету, когда государство отнимает три четверти несворованных, а честно заработанных денег? Подождите, давайте не путать две вещи. Я считаю, что он прав. Но это не делает его, человеком, любящим деньги, меньше, чем он их любит. Правда ведь? Иван, кто такой очень департамент?